Всем добрый день! Сегодня мы рады представить наш новый продукт – тестер для диагностики генераторов и реле-регуляторов MS016.com. Выглядит тестер следующим образом. Выполнен он в металлическом корпусе с емкостным сенсорным дисплеем диагональю 4,3 дюйма. Питание тестера обеспечивается с помощью идущей в комплекте зарядного устройства, либо же непосредственно при проверке на автомобиле непосредственно от бортовой сети автомобиля 12, 24 или 48 вольт. Для чего предназначен данный тестер? Как я уже сказал, тестер предназначен для проверки реле-регуляторов отдельно от генератора в том виде, в котором вы можете видеть их у нас на столе, а также в сборе с генератором на стенде либо непосредственно на автомобиле. Кроме того, тестер позволяет проверять генераторы не только обычной конструкции 12 и 24 вольтовые, но также и генераторы системы iStart, которые тоже здесь можно видеть у нас на столе. Начнем наше знакомство с прибором, с распаковки данного продукта. Здесь у нас на столе представлен такой коробок, открыв который вы обнаружите сам прибор, расположенный в лажементе, зарядное устройство с функцией Quick Charge и идущий в комплекте с ней USB кабель Type-C, а также комплект проводов, который состоит из переходников для удобства подключения к разъемам генератора либо реле-регулятора, а также два диагностических кабеля MS-33501 для подключения тестера при проверке генератора на автомобиле и MS-33502 для проверки реле-регуляторов с помощью тестера непосредственно на столе. Два этих кабеля отличаются количеством разъемов подключения, а также цветовой маркировкой, что удобно при подключении регуляторов и при проверке их на столе. А сейчас я предлагаю более близко познакомиться с функционалом устройства, для этого нам необходимо его подключить к источнику питания с помощью идущего в комплекте зарядного устройства. При подключении прибор автоматически включается и на экране мы можем видеть следующее меню. В верхней части экрана находится значение напряжения, которое в данном случае запитывается прибор. В данном случае показано 9,7 вольта. Кроме этого здесь представлены кнопки для перехода в режим диагностики генератора, реле-регулятора, а также дополнительная функция, встроенная в прибор, это лин-анализатор. В нижней части экрана можно увидеть кнопку для использования поиска по номеру реле-регулятора, а также меню настройки. При переходе в режим диагностики генератора мы можем видеть всевозможные терминалы подключения, такие как КОМ, ПД, лампа, РЛО Сикарея, Сик, Сиджапан, РВЦ и генераторы системы iStart. Также здесь доступно дополнительно меню для диагностики 24-х вольтовых генераторов, который имеет в своем функционале всего лишь две кнопки. Это КОМ и кнопка для проверки ламповых генераторов, то есть генераторов, оборудованных реле-регулятором с диагностикой с помощью индикаторной лампы. При переходе в режим реле-регулятора мы видим, по сути дела, те же самые терминалы подключения, которые позволяют проверить реле-регуляторы непосредственно на столе. Среди них цифровой режим КОМ, ПД, РЛО, Сикарея, Сик и Сиджапан, а также РВЦ и, конечно же, реле iStart. И также здесь доступно меню проверки 24-х вольтовых реле-регуляторов. При использовании кнопки лин-анализатор мы можем видеть рисунок, согласно которому мы можем понимать, в каком режиме сейчас работает данное устройство. Это устройство может работать в двух режимах, в режиме лин-мастера и в режиме слейва. Более подробно об использовании лин-анализатора мы расскажем в следующем видео. Кроме этого, здесь доступны скорости, на которых работает лин-шина 19 кбит, 9,6 кбит, 2,4 кбит в секунду. А также возможность выбора режима работы лин-анализатора, либо в режиме аналайзера, либо в режиме бомбера. Как я уже сказал, представлена кнопка поиска. Для чего она нужна? При проверке реле-регуляторов непосредственно на столе часто возникает сложность при подключении диагностического провода к различным разъемам реле-регулятора. Здесь, для примера, мы возьмем обычный ламповый бошевский реле-регулятор производственной компании Bosch. Мы можем видеть здесь различные разъемы для диагностического подключения реле-регулятора. Это минусовая клемма, плюсовая, щетки для подачи питания на обмотку возбуждения и, конечно же, сам разъем для подключения к бортовой сети автомобиля. Для того, чтобы правильно подключить данное реле, мы можем воспользоваться встроенный прибор базой реле-регуляторов и определить его распиновку. Каким образом это делается? Нам нужно идентифицировать это реле по номеру. В частности, здесь у нас написано F00M144122. Я воспользуюсь поиском и введу тот же самый номер в меню прибора. После этого, нажав поиск, мне доступен список реле-регуляторов с таким же самым номером. Я выбираю нужное мне реле и нажимаю кнопочку ОК. После этого появляется рисунок, на котором изображена схема подключения данного реле-регулятора. Встроенный прибор база позволяет подключить любые виды реле-регуляторов за считанные секунды. Для того, чтобы подключить сам реле-регулятор, как я уже сказал, мы должны воспользоваться идущим в комплекте кабелем MS-33502 для проверки реле-регуляторов. И при необходимости мы можем использовать комплект переходников для подключения к тонким пинам в разъеме самого реле-регулятора. Использование переходников настоятельно рекомендуется, потому что таким образом вы можете избежать короткого замыкания между отдельными выводами реле-регулятора внутри терминала подключения. С более подробной инструкцией по использованию функций тестера вы сможете ознакомиться в юзер-мануале к данному прибору, который будет в самое ближайшее время доступен на нашем канале. В заключение хочу сказать, что на сегодняшний день данное устройство является уникальным на рынке подобных продуктов и практически не имеет конкуренции в плане функционала и доступных режимов проверки. Поэтому настоятельно рекомендуем вам обратить ваше внимание на данный тестер, если вы занимаетесь диагностикой этих устройств. Про который мы сказали. Спасибо вам за ваше внимание. Увидимся в следующих видео.